Остановка Олива, цель сегодняшнего путешествия это пещера имени Игоря Белянского или пещера Медвенкой Осы. В общем, посмотрим, что это и как это выглядит. Отказатель первый до музея Юлиана Семенова. Вот впереди, видно, встает солнце, которое говорит, что день будет многообещающим. Я как сразу на карту не посмотрел, пошел не в ту сторону. Теперь надо спускаться вниз. И вот он, знаменитый дом, в котором Юлиан Семенов творил 17 мгновений весны. Вот так выглядит этот дом. Надпись сверху Вилла Штирлица. Вилла Штирлица. Здесь жил и работал писатель Юлиан Семенов. Вот этот знаменитый дом. Ну и естественно, вдохновение писателю пришло нигде попасть, а вот в таком красивейшем месте. Поселок Олива, вокруг горы, красота, конечно, и бесконечное Черное море. Вот буквально немного выше, в лесу, вы уже натыкаетесь на древности. Это местами хорошо сохранившиеся подпорные стены. Вот так вот массив выглядит. Высота его, кстати, 657 метров над уровнем моря. Выглядит издалека, ближе. Это будут бесконечно высокие стены скал. Вернул я стропы, которая ведет к чертовой лестнице, и решил сократить через лес. Сейчас не знаю, насколько это усложнит или упростит. Но попал вот такой сказочный лес. Далее опять каменные стены. Конечно, видон впечатляет. Здесь стены по сравнению с тем, как они над Ялтой фактически не разрушены. Там движняк побольше. Здесь вот римляне в основном гуляли. Вот так вот выглядит эта стена. Идет далеко, по всей вероятности. И вот так вот, где-то метр шириной. И вот замечу, кстати, что все-таки лазить по дебрям, где не ходят люди. Свой прикол. Здесь нет троп. Вот. И в этом свой кайф. Здесь стена вот за камнем пошла дальше, дальше вверх. Ну, не буду исследовать, докуда ванна идет, но далеко похоже. В общем, судя по всему, по периметру большая стена. Так вот, в некоторых местах уже, конечно, она проломана, но в основном, довольно-таки хорошо сохранившаяся. Недалеко идет. Вот скалы, как бы, все ближе. Но судя по тому, что я вижу, тут подъем сейчас нехилый начнется, крутой. Такой прикольный момент, вот что это может быть. Раз. И тропа отмечена камнями. Чёртова лестница слева осталась. Это... Иначе, как тропа отмечена к пещере Белянского, бывает не лишним свернуть с проторенного пути и посмотреть, что сбоку. Вот, я свернул к стенам, вышел на эту тропу. На карте ее нет. До определенного места, где стрелки показывают, что нужно... Я так понимаю, что стрелки входит в сторону, что нужно сворачивать. Но туда тропы нет. И не видно, чтобы туда вообще кто-то ходил. Поэтому пойдем дальше. Чем дальше, тем подъем круче. Все больше скал встречается, все сложнее. Подъем. И все, захватывающий вид открывается. Вот, карабкаюсь, короче, непонятно. То ли это звериные тропы. Так, чтобы тропа прослеживалась, нету. Скорее всего, звериные. Кажется, скалы все ближе. Налезу такими хащами. По-другому слова не подберу. И вот, надо мной возвышается скальный массив Мердвенкой Осы. Высота свыше 600 метров над уровнем моря. О, андолит. И вот я подхожу все ближе и ближе к тому месту, что, как бы, обозначено на карте. Конечно, виды открываются величественные, реально, скалы. Этот монолит, выражающий вечность. И где-то, где-то здесь вот уже ощущение, что я рядом. И так, значит, холодно. Здесь холодно и ветер холодный. В отличие от Ялты, здесь до сих пор, наверное, минус, потому что под ногами лет. Значит, что я забыл в этом краю. Есть здесь такая пещера имени Игоря Белянского. Вот ее я и пытаюсь отыскать. Где-то возле этого массива под этим скальным массивом она и находится. Будем искать. Пейзажи меняются с каждой пройденной сотней метров. И действительно, хоть лужи замерзшие, минус стоит. Но с погодой синоптики не надурили хоть в том плане, что солнечно. И на солнце все же теплей. Поднимаюсь все выше. Конечно, открываются фантастические пейзажи. Небо голубое-голубое. И дальше пошли отвесные скалы. Медленно проплывают облака. Воздух, конечно. Обалдеть. Красота. Это нужно только увидеть. Пописать это сложно. Медленно проплывают. Пописать это говоря. Чем выше, тем круче, а вот она где-то прямо передо мной. Но виды, конечно, открываются со всех сторон. Обалдеть! Прямо надо мной нависают уже скалы, все рядом. Вот она переменная облачность, то солнце, то подзатягивает. Ну, короче, вообще надо по вот этой вот цепухе чуть-чуть подняться. Я снимаю, а что снимаю, не вижу. Солнце слепит, экран темный. Ну, в общем, не знаю, чего я здесь не снимаю. Мхи и решайники встречаются такие, которые не везде встречаются, скажем так. Когда-то это было дерево-долгожитель, это все, что от него остается. Еще немножко осталось. Такое впечатление, что была тропка, как бы я шел в обход, поскольку передо мной будут отвесные скалы, которые приступом взять сложно, а она за ними. Теперь что-то тропа пропала вообще. В общем, сложно сказать, куда я залез, но, судя по всему, я взял правее того места, где нужно. Здесь именно скальные стены, которые без снаряги. Лучше не понтоваться и не рисковать. Здесь придется, наверное, все-таки. Потому что иду по сыпучке, под ногами сыпучка. Вот, кажется, это вершины тут фигня. Вот они уже, вершины рядом. Но все должно выглядеть не так, как я вижу. Я себе представляю это по-другому. Это я что-то покоряю здесь. Впрочем, вот как-то так вот залез, где фактически отвесные скалы подо мной. Вот и вход в пещеру должен быть, судя по фотографиям. Вот где-то таким образом. То есть вот эти вот отвесные скалы должны упираться. Вот так вот в грунт или в хвою должен быть вход в пещеру. Да, вот так вот я что-то серьезно забрался. Лезвый думай, ну что сюда? Альпинисты шли тренироваться, это понятно. Просто альпинисты лезвые знали, что я сюда попал. Вот такие вот. Что-то мне сегодня так кажется, что я переспециализировался. То ходил по водным стихиям. И это что-то в скалы сегодня попал. И серьезные притом. Ветер поднимается. Холодно без того, еще и ветер поднимается. Ну, в общем, короче, я куда-то залез, непонятно куда. Вот что-то мне подсказывает, что я не на правильном пути, что нужно слазить вниз. Потому что я куда-то залез уже реально на такой высоте. И здесь, не дай бог, один камень пойдет, а в вал будет нечего делать. Короче, залез я. Надо набираться отсюда. Короче, ответственные оскалы. Впереди вижу, что порода здесь говняшная. Вот есть такие трещины, которые реально, не дай бог, одна глыба уйдет из-под ног. И все. В общем, не буду я рисковать. Короче, лезу, лезу, лезу. Победы не видать. Но я сегодня так это... За девиз надо взять. Главное не победа, а участие. Потому что тут реально живым остаться, главное. Ну вот она, стихия альпинистов. Я же далеко не альпинист, скажу честно. Поэтому спросят, что ты полез? Я что-то по-другому себе представлял все это дело. Ну вот. Вот надо мной гриф пролетает. Ух и громадная птица. Не знаю, попадает она в камеру. Ничего не вижу, что снимаю. На него смотрю. Громадная птица. Так вот, когда смотришь на монолит. Скалы издалека на горы. Такое нерушимое. Но, если подойти ближе. Вот оползневое. Сами названия говорят сами о себе. Предупреждение о том, что обвалы, осыпи. Вот я в таком участке, где вот такая вот огромная скала. Она настолько вся пострескавшаяся вот прямо передо мной. То есть, реально видно, что другие глыбы, которые весят, наверное, десятки тонн. Они держатся ни на чем. Фактически вот где-то малейший камушек зацепить, шелохнуть. И все это огромное-огромное, многотонное, многостатонное сооружение может в одночасье завалиться и оказаться вот там вот внизу в виде вот таких вот разбитых камней. Поэтому вот пролазить по такому участку не то, что я не вижу смысла. Была цель, но я немного позже озвучу ее. Она не стоит того, чтобы так вот рисковать. Тут невооруженным взглядом, глазом видно, что все это держится на соплях, на честном слове. Вот так вот где-то один камень ушел. Короче, совсем не то, что я ожидал. Можно пробраться на одну скальную стенку, на вторую, но неизвестно, сколько их впереди. Местами на осыпях встречаются кристаллы разных минералов. Одни больше. Мне просто не безопасно здесь лазить, поскольку... Сейчас это я хотел показать. Вот эту вот. Пойду. Может на голову прилететь вот так вот в 3 секунды просто. Красиво. Реально красиво. Небо голубое. Скалы желтые. Зелененькие. Деревья прилеплены. Ну просто ляпота. И вот я смотрю на вот эту вот особь. Все-таки, может быть, она как-то выводит как-то это ущелье, выведет туда все-таки. Сделаю еще одну попытку. Виды, конечно, завораживает. Все-таки вот медленно, но уверенно лезу в цели. Очкового, конечно. Не буду врать, но... Ну уж очень сильно хочется увидеть. Где-то же она... Вот где-то же рядом. Дело уже к полудню. Это не вершины уже рядом, кажется, а... Фух... Фух... Ту-фух... 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 То будто бы и рядом все. А по факту непонятно. Вообще ничего не понятно Зато виды здесь Величественные Это не то слово Но реально просто красота Ветер подымается ужасный И к тому же Очень холодный Обман зрения Кажется вершины Вот они над головой А на самом деле Вообще ничего не понятно Порывы ветра Кажется сейчас он несет со скрытой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот Прекрасные виды открываются Все хорошо Поднимается ветер Холодный ветер Так что хотелось бы сказать Сейчас ребята Если кто-то захочет меня Похуделось Сказать Вот Пошел там Походил там кругами И не нашел пещеру Да Получил удовольствие Надышался Воздух Свежий Ветер Холодный Короче В общем все Классно Прогулялся В горной местности Вот такие вот Пейзажи Надо мной Холодно Единственное что холодно Ветер поднимается Ситуация такова Что реально Здесь Здесь Ее случайно Нашли альпинисты Вот Теперь понятно Почему она Была не открыта Потому что Она находится Вот где-то За вот этим массивом Я думал Это вершина По факту Тут ничего Не понятно Короче Где это все есть Ну в общем Удовольствие получил По скалам полазил Если кто-то захочет Меня Подковырнуть Есть люди Которые любят Гадить в комментариях Ну Наслаждайтесь На здоровье Но я получил Удовольствие Да Пещеру Конечно Не нашел Жак Но Я думаю Мы ее все равно Найдем Таким В каменном Хаосе Или Хаосе Вокруг Огромождение Гвыб Скал Я смотрю На голову Здесь Ничего Не должно прилететь Так А там Как судьба В общем Ситуация Такая пещера Я не нашел Поскольку Вот она Как бы Где-то там Сто метров Напротив меня Потому что Я забылся Далеко Сначала Зашел В общем Там подходов Не было Вернулся Попробовал Гарниза Пройти Не получилось Через ущелье С другой стороны Короче Надо знать Как к ним Попасть Вон Ни судьба Не в этот раз Но ничего Удовольствие Получил Красота Горы Скалы Холодно Только Единственное Сегодня ветер Холодный Единственный Холодный Поэтому Смотрим Просто Очерк Красота Гор Мердвен Каясы Скальный Массив Мердвен Каясы Приятного Кого 場 Сейчас Сколько Приятного Продолжение Редак abre С Субтитры Продолжение следует...